Не три года, а значительно больше времени иркутяне, живущие рядом с рекой Кая, ждут ремонта моста. Переправа представляет собой настоящую опасность. Вот ли решена проблема, расскажет Павел Марчуков. Словно в минное поле превратился этот пешеходный мост в Свердловском районе Иркутска. Правда, здесь цена неверного шага не подрыв, а риск провалиться в реку. Весь мост усеян дырами, чтобы хоть как-то обезопасить себя и других местных жителей, пенсионер Владимир Третьяков из досок сделал безопасный проход. Взять в руки молоток и гвозди мужчине пришлось после инцидента, свидетелем которого он стал. На середине моста доска надломилась прямо под женщиной. Она задержалась здесь, ногу отцарапала, нога туда ушла за мост. А так-то она, если бы упала совсем, то это все было бы тогда. А вот сейчас снег пойдет, опять начнут падать. Сами мы тут вот эти доски-то сами сделали. Ходить-то надо каждый день. Для 50 человек, которые живут неподалеку, этот мост стратегический. Ведь альтернативный путь через Каю занимает около 20 минут. А преодолеть реку вброд достаточно проблематично. А ходить людям есть куда. На том берегу рынки, магазины, больницы и остановки. Опасной переправой становится уже второй раз. Во время ремонта два года назад здесь поменяли лишь треть досок. Остальная часть пришла в негодность. В любой момент число опасных мест на этом мосту может увеличиться. Доски, которые здесь лежат, прогнивают и превращаются в труху. И могут не выдержать веса человека. Собственно, поэтому уже завтра утром проблемный объект посетят специалисты администрации Свердловского округа. После обследования они примут решение о ремонте объекта. Однако шанс, что прогнившие доски будут менять в этом году, минимальный. Павел Марчуков, Михаил Глызин. Новости по будням.